Как гром среди ясного неба для меня стал тест игры от компании Tencent и название у неё Synthet. Synthet раньше называлось Synthet of Planet. Не совсем понятно, почему эта вторая часть названия отвалилась, потому что до сих пор мне и Яндекс.Поиск, и Гугл.Поиск выдаёт именно Synthet of Planet. Если кто-то вдруг знает, почему так произошло, напишите в комментариях. Однако, вот, меня пригласили на тест закрытый там, типа, для инфлюенсеров этой игры. Мне стало интересно, я решил зайти, попробовал поиграть, может, там, может быть, с разработчиками поиграть. Я решил не упускать такую возможность, сделать для вас материальчик. Да и в целом игра меня в какой-то определенный момент заинтересовала, потому что, я не знаю, ребят, у меня какое-то внутреннее ощущение, что я точно видел трейлер этой игры, причём видел я её на прошлом Е3, но почему-то, я когда начал пересматривать трансляцию нашей Е3, я почему-то так и не смог найти эту самую игру. Хотя я прям точно помню этот трейлер, и какой-то, знаете, прям дежавю словил, хрен его знает. Однако, несмотря на это всё, мне было интересно, я скачал игру, зашёл, и давайте вместе разбираться, потому что я, честно, считаю, что эта игра может стать хитом, следующим хитом на уровне Warzone и вот таких вот игр. Не будем накладывать дела в долгий ящик, поехали! Пока, если честно, не совсем я разобрался, что в игре за сюжет, потому что тут как такового ПВЕ ещё контента нету, его добавят. Единственное, что я понял из обучения, потому что нам вначале, ну, небольшое обучение мы проходим. Там мы играем за кого-то священника, который якобы является раннером, который должен выбегать из безопасных зон. И вот мы прибегаем в одну из таких безопасных зон, из которой потом впоследствии мы можем как бы делать высадки различные. И как бы вот всё. Меня такой расклад, на самом деле, заинтересовал, и когда вот уже выйдет ПВЕ-контент, ну, реально будет интересно узнать, откуда вообще весь этот мир пошёл, почему он превратился именно во что-то такое, и почему вокруг какие-то зомби, а мы используем каких-то нано-ботов. Если честно, Синдзет мне напомнила сразу вообще все игры, которые, ну, вообще вы можете сразу вспомнить. Это и Warzone, какой-то Battle Royale, и Dark Zone из The Division, и The Cycle, и вообще так, что-то там не Тарков. И когда ты вот на это всё смотришь, ты такой думаешь, ну, когда делают какую-то помесь, чаще всего получается какая-то плохая игра, у которой нет собственного лица. Однако, мне Синдзет даже, можно сказать, понравился. Сейчас есть только один доступный ПВП-режим. Это ПВП-режим называется Nerva Run. Я, как понял, нюрва или нерва, неважно. Это такой ресурс, за который вот можно что-то покупать. Что это за ресурс, видимо, нам потом в последствии объяснят. Это режим обычной высадки, где мы играем в команде из трёх человек. Первоначально мы вот начинаем этот поиск, мы можем выбрать место, которое нам вот на этой карте надо исследовать, чтобы впоследствии побежать. Или же не побежать, короче, именно есть стадия планировки. Мы высаживаемся. И тут всё начинает очень сильно похоже быть на Warzone. Чем похоже? Во-первых, мы здесь должны набрать максимальное количество вот этого нерва. Чтобы нам это сделать, нам нужно, что сделать правильно? Исполнять различные челленджи. Что мы делаем и в Warzone? Это и всякие аирдропы собрать. И нужно кого-нибудь босса на карте убить. Самое главное, за что больше всего это нервы даёт, это за захват самолёта. Захват самолёта очень сильно напомнит именно режим тёмной зоны из The Division, где вот вам нужно будет продержаться в одной зоне какой-то период времени. Продержались, молодцы, вы выиграли. Не продержались, вас выбили, вот следующий встал на захват. На это у нас есть три попытки, то есть у каждого человека есть три жизни. Причём, если вот он умер, у него есть выбор, либо он затпшится прямо рядом почти с местом, где он умер, либо же он может там далеко на этой карте улететь от места, где его только что загангали. Отсюда сразу же перепрыгнем в Хаб, то есть где город, да, который я вам рассказывал, где мы прибегаем туда за священника. Мы можем себе выбрать персонажей. Здесь пока четыре играбельных персонажа, но это не просто персонажи, а это персонажи, которые обладают каким-то своим классом. Священник — это класс, который специализируется на дробовиках, у него повышенный урон на дробовиках, есть снайпер, тут, я думаю, вам ничего не нужно объяснять, есть сменник тоже, и есть полуразведчик, скажем так. В чём прикол? Как мы с вами уже и говорили, основная фишка игры — это её наноботы. У каждого из этих классов есть свой уникальный нанобот. Они тоже подразделяются на боевого, на разведчика и на танка. Помимо этого, мы можем в этом хабе выбрать себе основное оружие. Оружие здесь достаточно большое количество, то есть они там тоже делятся на штурмовые винтовки, пистолеты, пулемёты, шотганы и на снайперские винтовки. Из-за того, что у нас был тест, мы обладали 50-м левелом, я думаю, что пока это максимальный уровень, и у нас все были оружия вкачаны, все 50-го левела были оружия. Я так и не понял, в чём смысл именно прокачки оружия. Но на момент именно полностью прокачанного оружия я мог туда навешивать различные всякие приспособления в виде прицелов, глушаков и так далее. Что, естественно, облегчает мне жизнь в самой высадке. Также мы можем выбрать пистолет и оружие ближнего боя. В самой игре, на карте, на высадке, мы можем подобрать себе оружие второе, которое тоже делится по тирам, короче, как и в Апексе, в Варзоне, в любом батл рояле. То есть, там, легендарное, обычное, фиолетовое. И от, естественно, его характеристик его качество, там, становится всё лучше и лучше. Мне, например, было всегда по кайфу. Например, я играл за снайпера, брал себе какой-нибудь пистолет-пулемёт для ближнего боя и как-то спокойно себя ощущал. Помимо этого, мы можем здесь ещё менять себе перки. Они тут тоже подразделены на три тира. Что это значит? Это значит, что мы можем себе как-то билд более-менее грамотно выстраивать. Пока ещё, ну, ничего не понятно. Однако, тоже прикольно. У этих перков тоже есть свой уровень прокачки. Как я говорил, у нас у всех был максимальный, поэтому тоже не совсем понятно, от чего вообще вот эта вся фишка произрастает. То есть, будет у вас выше уровень, будет какой-то круче бонус или нет. Пока вот эта вот ситуация не совсем была понятная. Помимо этого, на самой высадке вы также можете подбирать такие определённые красные камушки. И в магазинах, которые также на этой карте располагаются, покупать себе ещё дополнительные перки, которые будут работать только на момент этой высадки. То есть, вы вернулись обратно в хаб, у вас эти перки исчезают. Тоже крутая фишка. И если вы грамотная команда, которая использует своё преимущество, реально чистит локацию, реально выполняет всякие челленджи, то они проблем с этим испытывать не будут. И реально будут полностью обвешаны к финалу игры. Вернёмся к нано-ботам. Основной такой selling point этой игры. И, честно, на данный момент, на данной стадии, во время этого теста, вообще непонятно, для чего они были нужны. Объясню. Из-за того, что у нас было всё вкачанное, мы разматывали весь ПВЕ, вот этот вот скам, который вот существовал на карте, буквально за пару выстрелов. И необходимости в нано-боте не чувствовалось. Понятное дело, что когда вот игра всё-таки выйдет, вы будете не вкачанным, и уже этот нано-бот реально будет полезен. Потому что, как я говорил ранее, они подразделены тоже на классы, и от грамотного использования этих ботов зависит выживание вашей команды. Чтобы этого нано-бота получить, вы должны убить небольшого такого мини-босса на карте, потом с ним синхронизироваться, и таким образом вы захватываете душу этого нано-бота из вражеского этого нано-бота, себе на службу его применяете. Прикольно, реально, то есть, если грамотно, красиво всё это использовать, ну, это как минимум интересная идея. Что ещё мне понравилось? Мне понравилось, что в игре броня регенится сама по себе, а не как в том же самом варзоне, где вам нужно постоянно эти пластины искать, чтобы их себе всунуть. Вы нашли себе броню определённого тира, то есть, там, синяя, фиолетовая, легендарная, оранжевая, и вот сколько у вас полосок этой брони занято, вот столько-то оно постоянно будет у вас восполняться. Прикольно, мне это понравилось. Отсюда же сразу же прыгаем в сторону нашего всеми любимого ТТК, то есть Time to Kill. Пока единственную жалобу, которую я слышал от людей, это то, что слишком быстро все, типа, убивают и умирают. На мой взгляд, несправедливое замечание, потому что, ну, по времени убийства мне это всё напоминает бабка. То есть, если, естественно, ты в ближнем бою встречаешься с чуваком и полный рожок и у него выстреливаешь, ну, молодец, всё, ты победил. Если же наоборот, то молодец, ты проиграл. То есть, ничего страшного в этом нет. Прокачанная полностью снайперка ваншотает в голову. То есть, тоже определенного вида снайперка. Я тоже не вижу в этом какой-то страшный грех. Единственное большое но, сразу же скажу, это всё зависит только от брони. Если у противника нет брони, естественно, вы будете его прямо аннигилировать. Но как только вы увидите человека, у которого фиолетовая или легендарная броня, вам уже надо прям попадеть, чтобы его шотнуть, ну, не шотнуть, а чтобы вот с ним нормально поперестреливаться, потому что вы за один рожок даже фиолетового или легендарного оружия вы его не сложите. И даже за выстрел в голову, ну, у него отнимется может процентов 85 хп, и у него будет ещё шанс вернуться в игру, поэтому тут тоже надо, понимаете, понимать, что здесь не так уж всё легко. То есть, понятное дело, что если вы в самом начале нашли кого-то и начали перестреливаться, но у вас нет брони, вы сложитесь за пару секунд. И он сложится за пару секунд, то всё зависит от того, кто быстрее начал. Что ещё понравилось, это переключение между решимами от первого лица и от бедра стрельбы от третьего лица. Тоже прикольно, если умеете грамотно пользоваться, то есть, когда вы нажимаете на правую кнопку мыши, вы именно начинаете стрелять от первого лица, если вы сжимаете правую кнопку мыши, вы прицеливаетесь и стреляете от бедра. Умеете правильно пользоваться, всё, молодцы, красавчики. А так, если судить в общем, то если у вас адекватная команда, то вы будете спокойно побеждать. Потому что мне очень сильно не везло с командой, я выиграл всего лишь один раз, когда, ну, реально, наконец, попались челики, которые не начинают бегать по всей карте, ничего не понимают, ничего исследовать не хотят, ты им тысячу меток поставь, они не побегут за тобой, они просто вот в тупу будут бежать специально диаметрально противоположно от тебя. Я играл только с такими же блогерами и с разработчиками. Я не знаю, куда они все бегали, вот честно, я не понимаю. Мне реально геймплей зашёл, и я думаю, что потенциально из этого может вырасти что-то прям сверхинтересное. В плане графики у меня нареканий никаких нет. Да, понятное дело, что я не могу полностью судить о качестве картинки, потому что у меня нет RTX карточки, то есть я не видел там лучи у этой игры, как-то там всё грамотно оптимизировано. Я играл на средних настройках, никаких скачков FPS не было, никаких там лагов, багов, тоже ничего такого нет. У меня система 9400F и 1660Ti, и вполне трезво, нормально я себя ощущал в Синзаде, поэтому, ну, всё прекрасно. Не знаю, тут ничего плохого сказать не могу. В плане музыки ничего интересного я тут не заметил, будем ждать там PVE-режима, может там как-нибудь раскроются авторы, а пока молодцы, графика хорошая, оптимизация хорошая, что ещё от ММО-игры можно ждать. Из минусов, тут только могу сказать, что нету русской локализации, разработчики пока объявили, что будет только английская локализация, плюс нету нормального чата, чтобы можно было переписываться с тиммейтами, если вы в хабе отключили возможность голосового общения, то и внутри игры на самой выставке вы уже ни с кем общаться не сможете, и как слепой котёнок будете пытаться им метками показать, что вот вы хотите, чтобы они туда побежали. Ну, я думаю, всё это решат, и ещё минус это то, что я не смог добавить человека внутри игры, мне пришлось его через дискорд-разработчик искать. Я вам скажу так. Если Tencent захочет, то у них в руках очень и очень сильная игра, которая может выстрелить. Но это опять же таки, если она захочет. Я думаю, что у Sinset есть реальный потенциал заинтересовать большое количество людей, потому что у этой игры есть всё то, за что её могут полюбить обычные люди, да, обычные геймеры с такими современными трендами. Причём, сделана она хорошо со своими фишками. От меня игра получает 8,5 баллов, и я думаю, что если разработчик захочет и издатель тоже выдаст деньги, всё у них будет хорошо. Интересно будет посмотреть на PVE-режим и на то, как эта игра будет развиваться в дальнейшем. А на этом, дорогие друзья, всё. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, и помните, вы Юню! Субтитры создавал DimaTorzok